все свои 10 20 точное московское время мы сейчас будем говорить про ценности цену ручной работы у нас ольга гагаринская дизайнер бренда petal vertigo здрасте доброе утро радиослушатели доброе утро натали дмитрий у вас интернет-проект гарвин или гарвин гарвин и что это за интернет проект вы говорите что сайта нет сайт сейчас нет сайта журнала есть непосредственно как у меня у дизайнера сайта нет потому что мне не нужен а дизайнер вы чего вязаных вещей вот вы сейчас пришли в своей вязаной конечно то есть эта кофта связана вашими руками да вы не используете в инстаграме вы не используете вот эти как это называется крючки нет 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 схемы которые например в журнале работница крестьянка вот каждую там каждый месяц выходил потому что там оттуда можно же очень много почерпнуть орнаменты какие-то там стили потому что сейчас вот ввязаная где где можно найти эти схемы до в интернете всего очень много в интернете но опять же я вижу с 6 лет и мне уже схемы большей части не нужны если я включаю что-то красивое да я адаптирую это под себя а первое что связали 6 лет это была жилетка для моей сестры она была ужасно живая да она жива в смысле не сестра жилет петельки были кривыми все было страшненько я левша и мне было очень тяжело учиться никто мне объяснить не мог никто не мог мне показать как это делать но со временем здесь подсмотрела а когда вот у вас уже получилось то что за что не было стыдно ну вообще профессионально я этим начала заниматься два года назад когда поняла что мой декрет мне уже надоел по горло и я перестала вязать стол и стала вязать уже для других людей здесь уже на заказ да здесь уже на уровень мастерства вы говорите в шесть лет в школе же всех нас вот я помню тоже я начинала ну вот дальше чем вот эта вот полосочка для шарфиков 5 сантиметров меня на это не хватило а там еще носки если вязать то это еще добавлять а если всякие вот то что там под шею рукавчики вообще и рисунки выдумывать всякие то есть это же нужно особое терпение и фонда у меня не было уроков труда я в элитной школе училась у нас изо было ритмика бабушка вязание мама 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 хорошо вяжет но естественно ее там кто-то когда-то научил то есть то есть у вас вся семья обвязанная в принципе ну в детстве я ходила в вязаных свитерах вязаных лосинах сейчас я вспоминаю как не знаю сейчас бы я их точно не одену тогда не моду тогда все вязали потому что купить невозможно было в магазинах и мнение было такое что если ты вяжешь и ты не можешь просто себе купить этого магазине а сейчас очень поменялся сейчас тренд вообще сейчас в другую сторону потому что большинство вещей это китайский автомат какой-то там на на вязал это масс-маркет это понятно а очень дорогие материалы стали и обычные люди не могу сказать что они бедные но они просто не могут себе позволить те же нитки в больших количествах покупать ту же фурнитуру да можно заказывать в китае но в китае это тоже стоит денег и если человек занимается там хочет связать себе одну-две кофты и ему совершенно не нужны 100 200 300 пуговиц которые там собственно продают у вас вообще по коллекции ниток большая очень я летом заказал 15 килограмм шерсти мне их привезли из кабардино-балкарии это было целое приключение как мы добывали эту шерсть как меня чуть не увезли в горы это настоящая шерсть это настоящая это полушерсть потому что настоящая шерсть она будет колючей в любом случае с чем с хлопком а 50 процентов акрила 50 шерсти если мы видим например на эмблеме что там акрил есть то ничего страшного акрил это синтетический материал просто дает на электризованность небольшую ну если сравнивать шарфы шерстяные там полушерстяные и чисто акриловые то в акриловом будете потеть то есть жарко сразу будет становиться шерсть она натурально она дышит она ну в зависимости от качества если итальянскую шерсть брать чистую то она будет очень мягкая а вот на вас сейчас жакет или как это называется чего здесь 75 процентов акрил и 25 шерсти но акрил он для чего все-таки нужно если он вы говорите потеть будешь акрил он немножко легче он немножко лучше держит форму но единственный минус зависит от качества акрил акрил чаще всего закатывается вот но он легче и он гипоаллерген многих людей на шерсть и если вы используете акрил то точно аллергии не будет шерсть пахнет или не пахнет если она очень плохого качества и она лежала на складе то она будет пахнуть она будет рваться понять да да у нее будет не очень приятный запах но настоящий же если намочить у нее такой специфический запах шерсти я даже не знаю да но вот он это это признак что шерсть натуральная определенным цветом каким-то каким цветом вот натуральная шерсть вы же ее развела серая не сама я не крашу я уже хорошо готова конечно заказывайте каким цветом да потому что хочется же яркая там красная фиолетовая сейчас голубой в тренде голубой в тренде все голубые свитерочки заказывают по-разному вот у вас тут фотографии я вижу в очень красивом ажурном таком даже я не знаю как это описать очень красивые то ли шарф то ли палантин и он непростой в контакте на прямо на главной странице и он он очень во первых большой там и косички тебе и разные петли и такие сяки и еще и вот этот как называется оборка кружево кружево да то есть это кружево тоже связано это снуд в два оборота он связан полностью из акрила он очень мягкий он действительно как в дом он делался на заказ и живет в тюмени у прекрасной девушки марии и когда собственно она заказывала горит мне нужно там жить чтобы тепло было потому что тюмень это холода это ветра это переменчивая погода и снуд ее вполне спасаем плотный в принципе то есть это уже на самом деле вторая модель таком в мятном цвете 1 был розовый и живет он в петропавловск-камчатском то есть так далеко заканчивают из москвы а что там в петропавловск-камчатском никто не вяжет может быть вяжет но я так как они видят эти модели у меня бренд называется petal vertigo если дословно переводить это головокружение цветочков лепесточков и я очень люблю крыжеват цветочки у меня как бы вот этот вот мой стиль он передается естественно всем моим вещам и многих людей проблемы соединения спиц с крючком я владею там и спицами и крючком то есть одновременно вы вяжете свитеры тем и другим нет и ну могу да принципе вот вот снуд который мы сейчас обсуждаем это шарф в два оборота это шарф труба то есть его не нужно закручивать подматывать уже единый такой а почему вы говорите что заказываете у нас на юге у нас сейчас вот россия как раньше не производит шерсть производит шерсть но не того качества нет мне просто мы когда отдыхали в сочи я познакомилась женщина мне понравилось очень качество этой нитки она ухлявая она толстая она теплая она идеально подходит для тех же снудов на зиму для холодных климатических условий подходит под какие-то свитера объемные пушистые я знаю что это шерсть будет на самом деле греть а сколько вяжется вот тут тот жакет который на вас сколько времени вы вязали но за четыре дня за четыре дня но это быстро это много это вы это вы прямо это случайно на самом деле когда есть идея есть вдохновение я уже знаю готовый проект как он должен выглядеть то получается очень быстро но когда есть какие-то определенные затыки перед этим юбку мы показали миру она очень красиво она связана кружевом она инкрустирована натуральным жемчугом вся расшита сверху нее сетка и юбка как для леди гаги вязали нет это я сотрудничаю с несколькими московскими магазинами один магазин немножко попроще там московская обувь и второй магазин это one of the shop он в инстаграме очень модный популярный и там вещи элитного класса такого и мою продукцию там тоже можно встретить юбка с жемчугом сколько она может стоить шерстяная но вот юбка 13 тысяч 13 тысяч юбка это как два пальто ну не знаю пальто можно и дороже купить это дизайн это на самом деле дизайнерская вещь и у нее есть хитрости определенные эта юбка со временем не сдеформируется в ней никаких не будет тепло нет она летняя эта юбка летняя даже да она летняя как она летняя она весенне-летняя такая она кружевная хлопковая у вас вот этот бренда он только вы для него работаете или у вас уже есть какая-то команда сложившаяся недавно у меня появилась мастерица помощница то есть вы кого-то учите да одна девушка из москвы она мне очень нравится так случилось что ее мама тоже всегда в детстве вязала и она в общем-то окутана тем же флером вязаных вещей было с детства как собственно и я и нам с не достаточно просто и мне помогает очень мама моя поэтому но вот вы сравниваете например сейчас что публика хочет и что например делали ну 15-20 лет тому назад ведь очень сильные вещи сколько лет уже продаете свои вещи продаю два года два года но вот вы вяжете очень давно и раньше вот например советская публика она не могла выделяться очень сильные они там скромненько все вязали а сейчас можно и так сделать и сяк и разных цветов сделать тоже можно было но можно я в советское время под стол пешком ходила еще поэтому я не могу так конкретно говорить об этих вещах но вязали по схемам в основном не было интернета интернет сейчас это журналы продавая землю но в журнале опять же но ты видишь одну схему ты не можешь как у тебя не будет выбора чего-то еще посмотреть что-то импровизации не будет никакой ты можешь сам только напридумывать а сейчас есть интернет и мы совершенно спокойно можем найти аналогию того же изделия там как это выглядит там в том или ином тут еще есть проблема когда мы выбираем ту же нитку ту же вязку не всегда они могут сдружиться иногда вязка под нитку не подходит нитка подвязку и в целом получается очень нитка под подвязку у нас есть екатерина на линии телефон если вы не помните 7 8 8 36 0 5 екатерина здравствуйте ваш вопрос здравствуйте вот сейчас ваша гостья говорила об изделиях которых присутствует акрил который как бы придает структуру и форму изделия а вот полиакрил это что такое полиакрил полиакрил да присутствие в изделиях полиакрила честно говоря я об этом ни разу не слышала есть стандартные такие назовем это так шерсть полушерсть акрил также как вот в синдепоне есть синтепух например вот что это такое это новое сочетание синтепона например и говорить вот про полиакрил есть еще пишет интернет что очень плохо пропускает кислород и воздух вообще плохо себе акрил плохо дышит в нем вот я когда шарф акриловый на себя одеваю совсем плотно в нем дышать нечем и я честно не очень люблю такой акрил и я думаю что это еще больший процент синтетического материала какого-то но он будет мягкий вам будут писать что он замечательно тянется он не греет же акрил нет он в принципе греет то есть разницы акрил и полиакрил нет никакой абсолютно не очень-то хорошо бы стилях это на любители я опять же говорю тех людей у кого аллергия на шерсть они в принципе не могут использовать шерсть и они да они используют акрил это как необходимость будет греть акрил да он греет он в принципе греет теплое но если вот на зиму там не греет но не дышит это как бы шерш но искусственная ну да так же как шуба но вот есть шуба натуральная есть шуба искусственно в принципе тепло но ощущение но уже не то как в известной песенке на ютьюбе никакой канал не открываете с обучением например то что люди хотят может быть научиться вязать сейчас все все хотят научиться делать вот вязание хотят научиться люди заниматься научиться вязать я не могу научить вязать поскольку я делаю это левой рукой и это будет специфическо только заточены под левшей что касается канала на ютьюбе да он есть и сейчас ближайшее время мы подписали соглашение с магазином семеновская пряжа это достаточно известный магазин такой в москве и вообще по всей россии и я буду делать обзор ниток я буду рассказывать про каждую пряжу сколько она стоит в этом магазине какое можно заказать какие изделия из нее можно связать как и для тех кто уже знает как как вязать да но тут еще проблема такая многие люди вот не знаю там из тюмени они семеновскую нитку могут заказать только в интернете и они не могут почувствовать потрогать и они закажут им не понравится а здесь мои обзоры будут им помогать уже выбрать непосредственно то что им нужно полезно если вот человек решил у вас заказать там я не знаю вещь какую-то на весну весной же тоже шерстяные носит вещи и летом даже на нас еще такая весна какими-то какое прошлое лето было я думаю запросто можно на стеной носить вот какой примерно ритуал вот как это все происходит и сколько времени ждать если нет готовой вещи я чаще вообще под заказ работы я не может человек вот он хочет вот он увидел там на какой-нибудь голливудской звезде вещь и вот я хочу себе тоже такое но в магазинах такого нет он может вот вам сказать я хочу вот это можно конечно мы рассмотрим эту картинку близко то есть фотографии прислали да 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 у меня есть постоянная клиентка которая на надежду зовут она постоянно присылает мне фотографии горит хочу вот так вот я говорю так ну вот смотрите у вас такая фигура там давайте мы еще поэкспериментируем там выбираем с ней вязку да это бывает затягивается процесс но ее сроки не поджимают и мы совершенно спокойно работаем а вы вещи по размеру без разницы какие то есть вы можете кардиган в пол например связать да не важно на даму с 56 размером если она захочет конечно не вопрос просто она будет выше потому что больше не так конечно то есть тут разница но и виз и делаться это будет дольше немного да потому что на ребенка связать и на крупную женщину две хотя если какие-то очень мелкие кружева на ребенка там какой-то платьица с бешеными оборочками то она иногда может дольше вязаться чем кардиган на взрослую женщину а вот смотрите оль зимой вот у меня очень сильно мерзнут руки я пытаюсь купить варежки двойной вязки нету только вот на одну она это одну у меня руки мерзнут у меня есть двойные нет у меня есть варежки на флисе они специально не продуваются флис вообще я честно говоря флис не очень люблю поскольку это синтетический материал и когда делаю те же детские конверты например я от флиса отказываюсь потому что он не дышит а флис это искусственное да это абсолютно искусственный но в варежках это идеальный плед из него делают очень много разных пледов да 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 он не дышит если полежать под флисовым пледом становится дышать нечем ты быстро потеешь жаркой не выносим но зимой тепло в таких варежках варежках они не продуваются многим когда в принципе то шерстяные варежки они теплые да и многим но они продуваются что сквозь да да ворсинки ветер а флис это устраняет единственный материал который вот способен то есть сверху шерсть внутри флис и тепло и руки не мерзнут если мы в метро например увидим вот этих женщин которые остервенело вяжут даже в час пик к вам их отправлять едут и вяжут в гаджетах а кто-то еще вяжет для меня это очень интимный процесс да вы не можете вот вы дома а сколько у вас это времени занимает в день вообще вот эта вязка по ситуации если я допустим сделала какую-то вещь и она достаточно тяжелая была много моих энергетических ресурсов занимала то я могу два дня потом общение к спицам не крючкам не подходить а вы под сериал это делать потому что многие вот гладят одежда там стоит и смотрят сериал как смешариков у меня ребенок смешариков слушайте но вот нет такого что вот как рабочий день вы 8 часов вяжите вот так нет конечно нет нет вы сами себе придумываете тяжело 8 у меня нет график подряд вязать да если что-то вот снуд например который мы обсуждали уже в два обороты это метр восемьдесят полотна и ширина 60 сантиметров но вот это вот пола где-то за неделю получается это такая лисицына даже больше размера то есть если положить и так вытянуть больше чем ты да 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 сколько по время теплой неделю да еще там кружева получается все этим обязывается кружевом вот магазин о котором мы уже говорили ванна дэс шоп а там вообще такие снуды инкрустированы натуральными камнями идут и в этом магазине в основном как бы у меня продукция с натуральными камнями с более качестве на одежде натуральные камни да конечно какие камни сейчас это кораллы там кораллы были там снуд был шиты серый снуд такой же в два оборота белое кружево нет он не очень тяжелый там камни не очень много то есть это не массивное какое-то это красные ягодки как бусин бусинки такие как как ягодки слушайте а в показах вы не принимаете участие пока еще нет но есть для показов да есть мысли даже есть идеи как это все организовать но для показов нужен большой объем уже готовой продукции это все сразу я обычно да у меня есть идея сделала проект сдала есть заказ сделала сдала ну да где это хранить конечно вот вы говорили что вы раню достаточно вы говорили что вы пряжу вот купили где-то там на кавказе а пряжу а как потом из нее нитки то есть у вас веретено есть какая-то приалка или что как вы это делаете нет она уже готова это нитки они в таких пасмах нет это пасма такие вот штучки это где-то метровая не тянаешь штуковина похожий на куклу но все представляешь что такое да кладешь на коленке и потихоньку монотонно перематываешь все это дело в клубочек а вы вот этим не занимались ни разу придением нитей нет тоже очень успокаивает наши бабушки сидели вечерами ну гаджетов не было с телевизором а вы вяжете не только одежду ведь вы же вяжете еще и какие-то штучки там я вот видел украшения какие-то скатерти нет то что такое кругленькое это елочные игрушки или что это те которые с фетра с олененками да 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 они не вязаны они вышиты в середине да и мягкие игрушки вы не вяжете раньше вязала я вообще начинала свой инстаграм с вязаных игрушек но потихоньку перешла на зайчика я вижу связанный крючком с вышивкой на животике да а вышивку тоже вы делаете или вы кому-то конечно вышивка делается по ходу вязания то есть это один процесс от другого нет даже детская одежда вот я вас тут вижу есть и такое но для детей да да они ж маленькие мерзнуты кстати про этот конверт я говорила что он на хлопке никакого флиса и я в инстаграме активно пропагандирую что не нужно использовать флис детской одежде меня поддерживают и многие лучше натуральные а плед например если человек захочет вязаные то что в икее например есть пледы но они все искусственные они вязаны якобы но они все равно все искусственные не очень приятные для этого существует толстая пряжа альпак как правило под пледы о которых вы говорите такой крупные вязки большие очень уютные огромные спицы но мой размер рук у меня очень маленькая ладошка не позволяет держать в руках большущие спицы по толщине мне очень неудобно вязать поэтому я предпочитаю крючки 0 5 0 7 это совсем маленькие это вот катушечную нитку если представляете себе вот по размеру примерно вот из такой нитки я люблю вязать кружева то есть мне ближе конечно ну и плюс пледы кто-то любит скатерти вязать о них за неделю штампуют кто-то пледы вообще для них это завораживающий процесс ну у каждого салфетки помните сколько этих салфеток было кружевных раньше у каждого стояло под вазой или на телевизоре под заказ под заказ но я не особо ну как бы я не продают но искусственные из пластика есть такое китайское их накрахмаливают да да у меня есть колясочка вязаная она тоже при помощи хитрости она полностью связана там нет никаких дополнительных амортизирующих основ и она жива здорово стоит а вот лягушка смотрите лягушка связанная у вас платьица это что же из шерсти из чего нет это хлопок это хлопок игрушки только из хлопка из хлопка да потому что для детей да и для детей не закатываются и они хлопок он к стирке более приспособлен ну как ему ничего не сделано хлопка вы где вы покупаете нет там же на семеновской как правило либо заказываю где-то через если то что я не вижу на семеновской я езжу каких-то другие магазины москве очень много магазинов на самом деле но хлопок наш или скажем южный нас наш или турецкий я не знаю я однажды пыталась выяснить на той же семеновскую продавцов откуда вообще они получают нитки они горят мы получаем их тоннами там фурами мы их красим у себя то есть они сами красит откуда них получают я честно говоря так и не выяснила вот но есть достаточно неплохие бренды там как ализе например тоже они производят и неплохой хлопок и акрил и бамбук линейка совершенно огромная тут зависит от под каждое изделие нужна определенная пряжа и тут нельзя сказать что вот я накупила 15 килограмм шерсти и поэтому у меня все игрушки все-все-все на свете будет шерстяной конечно нет скажите а вот вещи которые делаются в которые мы видим в магазинах они вязаны но они во первых из искусственного материала а во вторых они автоматически же связаны многие вот на машинке на мне свитер он связан я так понимаю не человеком да он связан машинкой но ни одна машинка не работает без человека я пыталась вязать на машинках это совершенно другая специфика это совершенно другие нитки под машинку и что касается вот моего личного опыта мне не понравился это машинку продала обратно и больше не идеально получается вещи наоборот на машинке под нее нужно подстраиваться не машинка под тебя подстраиваться чтобы облегчить тебе жизнь а ты подстраиваешься под машинку под нитку там есть такие зубчики там есть каретка ты возишь этой кареткой туда-сюда монотонно ковер почти ткать в какой-то момент у тебя слетает одна петля и вся твоя конструкция просто распускается нужно начинать с нуля ну для меня это слишком а почему слетает ну это зависит от толщины нитки от настройки машинки от вообще от самой машинки от модели от качества и так далее то есть не знаю мне честно машинки не очень понравилось и у моей приятельницы мама она много лет вязала на машинке и она сказала что через три года использования машинки у нее начался такой кашель не очень приятный полуосматический это признак того что от шерсти когда вот на машинке вяжешь очень нитка натягивается и она очень потрошится и вот это вот ворсинки да она вся в легкие и я честно надо в противогазе вязать ну в каких-то респираторах в масках да но для меня машинка нет я более я ручный друг оля слушайте получается что ручной работой хенд мэйд можно заработать в принципе да многие зарабатывают и очень даже неплохо у меня вот например еще параллельно совсем есть рубрика в журнале между нами женщинами при издательском доме собеседник уже больше года то есть вы пишете туда я мастер-классы там даю где учу по фотографиям людей там сделать какое-то изделие вот например клатч мы делаем я пошагово показываю там клатч из шерсти из хлопка хлопка конечно на подкладках из хлопка там со своими хитростями с какими-то а вот эти ажурные елочные шарики я смотрю вас тут звездочки шарики это тоже весь все связано крючком да это крючком например рождественский а потом вы как-то крахмалом покрываете чтобы форма держится не крахмал это более плотный материал да да ну я отошла чисто от клей пва я сделала синтез нескольких материалов таких и получается очень неплохой а вы сами придумывали вот эти игрушки или они сама сама придумывала ну есть конечно надо же как-то сделать так чтобы это было форме шарика не просто так там навязать но там есть хитрость конечно это не не сразу давайте про нашу радийную хитрость реклама короткая потом продолжим все свои ольга гагаринская у нас гостях дизайнер бренда petal vertigo продолжает нас удивлять как как волшебница из сумки достает какие-то удивительные вещи жалко что у нас не телевизионные но мы обязательно в инстаграмм выложим вот эти вот чудесные вещи связанные олим говорим про ценность и цену ручной работы и что вы да что это за чудо это брошь бант это это кожа это итальянская кожа итальянская кружева хорошо подходит сегодняшний лук наталья лисицына и мы сейчас в нем сфотографии но это надо на бок на грудь до до рубашку на пальто это крючком связано до кружева связано крючком это как раз связано из очень-очень тоненькой и на кожу приклеена да нет тут ничего ну приклеенная как бы основа только внутри кружева не приклеивается практически ювелирная работа вот прям ажур ну красное итальянское кружево я его не вязала только белое но все равно очень тонко а это для чего для чего такие это аксессуар как это назвать аксессуар на шею брошка мне очень понравился тренд этого года от шанель бантики вот у меня на голове тоже бантик стиле шанель такой связанные с он не связан он из кожи а ну я не только как бы вяжу я дизайнер я совмещали да да я совмещаю многие материалы многие ну вот например тот же кожаный бант это же не только кожа это не только вязание в чистом виде это уже синтез какой-то каких-то материалов вязание в чистом виде как таковое она сейчас да но модно там как свитера как пальто но опять же этот тренд уйдет и это будет достаточно скучно мне вот на мой взгляд чисто вязаная неинтересно зима заканчивается тренд уходит у нас есть летние юбки ажурные кружевные то есть а для мужчин есть что нибудь вообще вот в вашей коллекции шарфы шарфы да шапки наверное нет шапки вообще в принципе не люблю вязать есть шапки я смотрю меня их несколько и для шапок есть другие мастерицы которые сами по себе фанатеет от шапок я люблю митинги это мой бренд люди меня узнают по митингам и находят в инстаграме по митингам это что такое это не до варежки пальчики были открыты чтобы телефон можно очень удобно очень тепло использовать сама обожаю их потому что на мой размер варежек не очень много перчаток кожаных тем более а митинга она вполне удобно и тепло ладошки и пальцы не мерзнуты можно подлиннее сделать покороче то есть опять же на камчатке у меня в тюмени и где только не живут мои митинги такие вот красивые можно ли в возрасте научиться вязать или все-таки нет не стоит не хочется какая разница мне несколько дней назад в инстаграм написала девушка я не знаю девушка женщина ее зовут елена она только после операции она чувствует себе что хочет вязать непреодолимое ощущение что нужно вот этим заниматься зарабатывать этим деньги конечно нужно начинать если хочется делать дерзать без проблем не вопрос и нужно делать так как вообще хочется но здесь же зрение напрягается руки сейчас я уже практически не смотрю в петли которые я вижу да работают только руки с закрытыми глазами можете ну не с закрытыми конечно я подсматриваю там под какие-то моменты но в принципе я не напрягаю зрение могу вязать в темноте совершенно спокойно когда схема уже отточены я знаю куда вставлять крючок или спицы давайте еще раз напомним где вас можно найти наши слушатели интересуются и где вы мастер-классы проводите мастер-класс у меня в журнале между нами женщинами они сейчас периодически потому что времени у меня немножко меньше уже на это есть своими руками рубрика съем вяжем в издательском доме собеседник журнал по всей россии в принципе продается то есть географическое расположение не имеет значения меня можно найти в инстаграме petal vertigo меня можно найти вконтакте тоже petal vertigo то есть везде где в принципе вы видите petal vertigo в том же же это значит я и через любую соцсеть меня можно найти и заказать конечно заказать слушайте но в петропавловском амчатске 10 тысяч километров и люди заказывают так далеко у нас однажды посылка пропала это было очень горестно для меня мы заказали ему сам доставку в надежде что придет быстрее качественней и у нас пропала посылка и мы две недели наталья зовут клиентку и она звонила у нас разница 8 часов она звонила получается ночью оттуда я днем по своему времени мы круглосуточно мониторе нашли нашли посылку через несколько месяцев мы писали заявление на там я здесь и очень я переживала тут даже вопрос был не в том что мне вернут деньги за эту посылку страховку а в том что это труд и он пропал это месячный труд который мне было очень очень жалко но слава богу нашли и поэтому ну вот только проблема с почтой а так без разницы могут из новой зеландии из австралии заказать в москве это можно просто приехать и забрать да да в москве вообще без проблем если какую-то вещь уже готовы можно примерить если подошла купить не подошла спасибо большое ольга гагаринская дизайнер бренда petal vertigo была на сегодня в гостях мы говорили про ручную работу про прекрасные работы ольги заходите в инстаграм подписывайтесь спасибо вам большой орган до свидания все свои все свои 10 часов ну давай давай хором 10 20 точное московское время мы сейчас будем говорить про ценности цену ручной работы у нас ольга гагаринская дизайнер бренда petal vertigo здрасте доброе утро радиослушатели доброе утро натали дмитрий у вас интернет-проект гарвин или гарвин 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 и что это за интернет-проект вы говорите что сайта нет сайт сейчас нету журналы есть непосредственно как у меня у дизайнера сайта нет потому что мне не нужен а дизайнер вы чего вязаных вещей вот вы сейчас пришли в своей вязаной конечно то есть эта кофта связана вашими руками да а вы не используете в инстаграме вы не используете вот эти как это называется крючки нет-нет-нет схемы которые например в журнале работница крестьянка вот каждую там каждый месяц выходят потому что там оттуда можно же очень много почерпнуть орнаменты какие-то там стиле то что сейчас вот ввязаная где где можно найти эти схемы до в интернете всего очень много в интернете но опять же я вижу с шести лет и мне уже схемы большей части не нужны если я включаю что-то красивое да я адаптирую это под себя а первое что связали шесть лет это была жилетка для моей сестры она была ужасно живая да она же не сестра жилет петельки были кривыми все было страшненько я левша и мне было очень тяжело учиться никто мне объяснить не мог никто не мог мне показать как это делать но со временем здесь подсмотрела когда вот у вас уже получилось то что за что не было стыдно ну вообще профессионально я этим начала заниматься два года назад когда поняла что мой декрет мне уже надоел по горло и я перестала вязать стол и стала вязать уже для других людей здесь уже на заказ да здесь уровень мастерства вы говорите в шесть лет в школе всех нас вот я помню тоже я начинала ну вот дальше чем вот эта вот полосочка для шарфиков пять сантиметров меня на это не хватило а там еще носки если вязать то это еще добавлять а если всякие вот то что там под шею рукавчики вообще и рисунки выдумывать всякие то есть это же нужно особое терпение и фантазии у меня не было уроков труда я в элитной школе училась у нас изо было ритмика бабушка вязание мама мама хорошо вяжет но естественно ее там кто-то когда-то научил то есть то есть у вас вся семья обвязанная в принципе но в детстве я ходила в вязаных свитерах вязанных лосинах сейчас я вспоминаю как не знаю сейчас бы я их точно не тогда не мод тогда все вязали потому что купить невозможно было в магазинах и мнение было такое что если ты вяжешь и ты не можешь просто себе купить этого магазине а сейчас очень поменялся сейчас тренд вообще сейчас в другую сторону потому что большинство вещей это китайский автомат какой-то там на на вязал это масс-маркет это понятно а очень дорогие материалы стали и обычные люди не могу сказать что они бедные но они просто не могут себе позволить те же нитки в больших количествах покупать ту же фурнитуру да можно заказывать в китае но в китае это тоже стоит денег и если человек занимается там хочет связать себе одну-две кофты и ему совершенно не нужны 100 200 300 пуговиц которые там собственно продают поэтому тут у вас вообще по коллекции ниток большая очень я летом заказала 15 килограмм шерсти мне их привезли из кабардино-балкарии это было целое приключение как мы добывали эту шерсть как меня чуть не увезли в горы равно настоящая шерсть это настоящая это полушерсть потому что настоящая шерсть она будет колючей в любом случае с чем с хлопком а с 50 процентов акрила 50 шерсти если мы видим например на эмблеме что там акрил есть то ничего страшного акрил это синтетический материал просто дает на электризованность небольшую ну если сравнивать шарфы шерстяные там полушерстяные и чисто акриловые то в акриловом будете потеть то есть жарко сразу будет становиться шерсть она натурально она дышит она ну в зависимости от качества если итальянскую шерсть брать чистую то она будет очень мягкой а вот на вас сейчас жакет или как это называется чего из чего здесь семьдесят пять процентов акрил и 25 шерсти но акрил он для чего все-таки нужно если он вы говорите потеть будешь акрил он немножко легче он немножко лучше держит форму но единственный минус зависит от качества акрила акрил чаще всего закатывается вот но он гипоаллерген на многих людей на шерсть и если вы используете акрил то точно аллергии не было шерсть пахнет или не пахнет если она очень плохого качества и она лежала на складе то она будет пахнуть она будет рвать сонять да да у нее будет не очень приятный запах но настоящий жертв если намочить у нее такой специфический запах шерсти я даже не знаю да но вот он это это признак что шерсть натуральная что определенным цветом каким-то каким цветом вот натуральная шерсть вы же ее красиво-серая не сама я не крашу я уже хорошо готова конечно то есть заказывайте каким цветом да потому что хочется же яркая там красная фиолетовая сейчас голубой в тренде голубой в тренде все голубые свитерочки заказывают по-разному вот у вас тут фотографии я вижу в очень красивом ажурном таком даже я не знаю как это описать очень красивый то ли шарф то ли палантин и он не простой в контакте на прямо на главной странице и он он очень во первых большой там и косички тебе и разные петли и такие сяки и еще и вот этот как называется оборка кружево кружево да то есть это кружево тоже связано это снуд в два оборота он связан полностью из акрила он очень мягкий он действительно как в дом он делался на заказ и живет в тюмени у прекрасной девушки марии и когда собственно на заказывала горит мне нужно там жить чтоб тепло было потому что тюмень это холода это ветра это переменчивая погода и снуд и и вполне спасаем плотный в принципе то есть это уже на самом деле вторая модель таком в мятном цвете первый был розовый и живет он в петропавловск-камчатском то есть так далеко заканчивают из москвы а что-то в петропавловск-камчатском никто не вяжет может быть вяжет но не так как они видят эти модели красивые у меня бренд называется petal vertigo если дословно переводить это головокружение цветочков лепесточков и я очень люблю кружева цветочки и у меня как бы вот этот вот мой стиль он передается естественно всем моим вещам и многих людей проблемы соединения спиц с крючком я владею там и спицами и крючком то есть одновременно вы вяжете свитер и тем и другим нет и ну могу да в принципе вот вот снуд который мы сейчас обсуждаем это шарф в два оборота это шарф труба то есть его не нужно закручивать подматывать и он уже единый такой а почему вы говорите что заказываете у нас на юге у нас сейчас вот россия как раньше не производит шерсть производишь но не того качества нет мне просто мы когда отдыхали в сочи я познакомилась женщина и мне понравилось очень качество этой нитки она ухлявая она толстая она теплая она идеально подходит для тех же снудов на зиму для холодных климатических условий подходит под какие-то свитера объемные пушистые я знаю что это шерсть будет на самом деле греть а сколько вяжется вот тот жакет который на вас сколько времени вы вязали но за четыре дня связали за четыре дня но это быстро это много это вы прям это случайно на самом деле когда есть идея есть вдохновение я уже знаю готовый проект как он должен выглядеть то получается очень быстро но когда есть какие-то определенные затыки перед этим юбку мы показали миру она очень красиво она связана кружевом она инкрустирована натуральным жемчугом вся расшита сверху нее сетка и юбка как-то говорить леди гаги вязали нет это я сотрудничаю с несколькими московскими магазинами один магазин немножко попроще это московская обувь и второй магазин этого на за шоп он в инстаграме очень модный популярный и там вещи элитного класса такого и мою продукцию там тоже можно встретить юбка с жемчугом сколько она может стоить шерстяная но вот юбка 13 тысяч 13 тысяч юбка это как два пальто ну не знаю пальто можно и дороже купить это дизайн это на самом деле дизайнерская вещь и у нее есть хитрости определенные это юбка со временем не сдеформируется в ней никаких не будет и в ней тепло нет она летний а летнее даже на летние как она летняя она весенне летняя такая она кружевная хлопка у вас вот этот бренд он только вы для него работаете или у вас уже есть какая-то команда сложившаяся недавно у меня появилась мастерица помощница вы кого-то учите да одна девушка из москвы она мне очень нравится так случилось что ее мама тоже всегда в детстве вязала и она в общем-то окутана тем же флером вязаных вещей было с детства как собственно и я и нам с ней достаточно просто и мне помогает очень мама моя поэтому но вот вы сравниваете например сейчас что публика хочет и что например делали ну 15-20 лет тому назад ведь очень сильные вещи сколько лет уже продаете свои вещи продают два года два года но вот вы вяжете очень давно и раньше вот например советская публика она не могла выделяться очень сильно и они там скромненько все вязали а сейчас можно и так сделать и сяк и разных цветов раньше тоже можно было можно я советское время под стол пешком ходила еще поэтому я не могу так конкретно говорить об этих вещах но вязали по схемам в основном не было интернета интернет сейчас это журналы продавать но в журнале опять же но ты видишь одну схему ты не можешь как у тебя не будет выбора чего-то еще посмотреть что-то импровизации не будет никакой ты можешь сам только напридумывать а сейчас есть интернет и мы совершенно спокойно можем найти аналогию того же изделия там как это выглядит там в том или ином тут еще есть проблема когда мы выбираем ту же нитку ту же вязку не всегда они могут сдружиться иногда вязка под нитку не подходит нитка под вязку и в целом получается очень нитка под подвязку у нас есть екатерина на линии телефон если вы не помните 7 8 8 36 0 5 екатерина здравствуйте ваш вопрос здравствуйте вот сейчас ваша гостья говорила об изделиях в которых присутствует акрил который как бы придает структуру и форму изделия а вот полиакрил это что такое полиакрил полиакрил до присутствие в изделиях поле акрила честно говоря я об этом ни разу не слышала есть стандартные такие назовем это так шерсть полушерсть акрил так же как вот в синдепоне есть синтепух например вот что это такое это новое сочетание синтепона например и говорить вот про полиакрил есть еще пишет интернет что очень плохо пропускает кислород и воздух вообще плохо по себе акрил плохо дышит в нем вот я когда шарф акриловый на себя одеваю совсем плотно в нем дышать нечем я честно не очень люблю такой акрил и я думаю что это еще больше процент синтетического материала какого-то но он будет мягкий вам будут писать что он замечательно тянется не грейджи акрил нет он в принципе греет то есть разницы акрил и полиакрил нет никакой абсолютно не очень-то хорошо бы стилях это на любители я опять же говорю тех людей у кого аллергия на шерсть они в принципе не могут использовать шерсть и они да они используют акрил это как необходимость так будет греть акрил да он греет он в принципе греет тепло но если вот на зиму там не знаю в двери но не дышит это как бы шерш но искусственная из них же как шуба но вот есть шуба натуральная есть шуба искусственно в принципе тепло но ощущение но уже не то как в известной а вы на ютюбе никакой канал не открываете с обучением например то что люди хотят может быть научиться вязать сейчас все все хотят научиться делать вот вязание хотят научиться люди заниматься научиться вязать я не могу научить вязать поскольку я делаю это левой рукой и это будет специфическо только заточены под левшей что касается канала на ютюбе да он есть и сейчас ближайшее время мы подписали соглашение с магазином семеновская пряжа это достаточно известный магазин такой в москве и вообще по всей россии и я буду делать обзоры ниток я буду рассказывать про каждую пряжу сколько она стоит в этом магазине какое можно заказать какие изделия из нее можно связать как для тех кто уже знает как как вязать да но тут еще проблема такая многие люди вот не знаю там из тюмени они семеновскую нитку могут заказать только в интернете и они не могут почувствовать потрогать и они закажут им не понравится а здесь мои обзоры будут им помогать уже выбрать непосредственно то что им нужно полезно если вот человек решил у вас заказать там я не знаю вещь какую-то на весну весной же тоже шерстяные носят вещи конечно летом даже на нас еще такая весна какое прошлое лето было я думаю запросто можно на стену и носить вот какой примерно ритуал вот как это все происходит и сколько времени ждать если нет готовой вещи ну я чаще вообще под заказ работу я не люблю а может человек вот например он хочет вот он увидел там на какой-нибудь голливудской звезде вещь и вот я хочу себе тоже такое но в магазинах такого нет он может вот вам сказать я хочу вот это может конечно мы рассмотрим эту картинку близко то есть фотографии прислать да 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 у меня есть постоянно клиентка которая на надежду зовут она постоянно присылает мне фотографии говорит хочу вот так вот я говорю так ну вот смотрите у вас такая фигура там давайте мы еще поэкспериментируем там выбираем с ней вязку да это бывает затягивается процесс но ее сроки не поджимают и мы совершенно спокойно работаем а вы вещи по размеру без разницы какие то есть вы можете кардиган в пол например связать да не важно на даму с 56 размером если она захочет конечно не вопрос просто она будет выше потому что больше не так конечно то есть тут разница но и и делаться это будет дольше раз на змея да потому что на ребенка связать и на крупную женщину две разницы если какие-то очень мелкие кружева на ребенка там какой-то платьица с бешеными оборочками то тоже долго но по иногда может дольше вязаться чем кардиган на взрослую женщину а вот смотрите оль зимой вот у меня очень сильно мерзнут руки я пытаюсь купить варежки двойной вязки нету только вот на одну а на это одну у меня руки мерзнут даже один варежки есть двойные нет у меня есть варежки на флисе они специально не продуваются флис вообще я честно говоря флис не очень люблю поскольку это синтетический материал и когда делаю те же детские конверты на например я от флиса отказываюсь потому что он не дышит а флиса это абсолютно искусственно это абсолютно искусственно но в варежках это идеальный плед из него делают очень много разных пледов да 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 он не дышит вот если полежать под флисовым пледом становится дышать нечем ты быстро потеешь жаркой не выносим но зимой тепло в таких варежках в варежках они не продуваются многим когда в принципе то шерстяные варежки они теплые да и многим нравится что сквозь да да эти варсинки ветер а флис это устраняет единственный материал который вот способен то есть сверху шерсть внутри флиса тепло и руки не мерзнут если мы в метро например увидим вот этих женщин которые остервенело вяжут даже в час пик к вам их отправлять едут в гаджетах а кто-то еще вяжет для меня это очень интимный процесс да вы не можете вот вы дома а сколько у вас этого времени занимает в день вообще вот эта вязка по ситуации если я допустим сделала какую-то вещь и она достаточно тяжелая была много моих энергетических ресурсов занимала то я могу два дня потом общение к спицам ни крючкам не подходить а вы под сериал это делаете потому что многие вот гладят одежду там стоят и смотрят сериал какой-нибудь смешариков меня ребёнок смешариков смотрит слушайте но вот нет такого что вот как рабочий день вы 8 часов вяжите вот так нет конечно нет нет вы сами себе придумывать тяжело 8 у меня нет график подряд вязать да если что-то вот снуд например который мы обсуждали уже в два оборота это метр восемьдесят полотна и ширина 60 сантиметров ну вот это вот пола где-то за неделю получается это ли такая лисицына даже больше размера если положить и так вытянутся больше чем да 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 сколько по времени неделю да еще там кружева получается все этим обвязывается кружевом вот магазин о котором мы уже говорили one of this shop а там вообще такие снуды инкрустированы натуральными камнями идут и в этом магазине в основном как бы у меня продукция с натуральными камнями с более качестве на одежде натуральные камни да конечно какие камни там кораллы там снуд был вшиты серый снуд такой же в два оборота белое кружево нет он не очень тяжелый там ко мне не очень много то есть это не массивное какое-то это красные ягодки как бусин бусинки такие как как ягодки слушайте а в показах вы не принимаете участие пока еще нет но есть для показов да есть мысли даже есть идеи как это все организовать но для показов нужен большой объем уже готовой продукции а вы это все сразу я обычно да у меня есть идея сделала проект сдала есть заказ сделала ну да где это хранить конечно вот вы говорили что вы не достаточно вы говорили что вы пряжу вот купили где-то там на кавказе а пряжу об как потом из нее нитки то есть у вас веретено есть какая-то прялка или что как вы это делать нет она уже готова это нитки не таких пасмах нет это пасмах это где-то метровая нитяная штуковина похожий на куклу все представлены связаны да кладешь на коленке и потихоньку монотонно перематываешь все это дело в клубочек а вы вот этим не занимались ни разу придением нитей нет тоже очень успокаивает наши бабушки сидели вечерами ну гаджета телевизор а вы вяжете не только одежду ведь вы же вяжете еще и какие-то штучки там я вот видел украшения какие-то катерти нет что-то такое кругленькое это елочные игрушки или что это те которые из фетра с оленянками они не вязаны они вышитые в середине да и мягкие игрушки вы не вяжете раньше вязала я вообще начинала свой инстаграм с вязаных игрушек но потихоньку перешла на зайчика я вижу связаны крючком с вышивкой на животе да а вышивку тоже вы делаете или вы кому-то конечно вышивка делается по ходу вязания то есть это один процесс от другого нет даже детская одежда вот я вас тут вижу есть и такое но для детей да да они ж маленькие мерзнуты кстати про этот конверте я говорила что он на хлопке никакого флиса и я в инстаграме активно пропагандирую что не нужно использовать флис детской одежде меня поддерживают и ну да лучше натуральный а плед например если человек захочет вязаные то что в икее например есть пледы но они все искусственные они вязаны якобы но они все равно все искусственные не очень приятные для этого существует толстая пряжа альпак как правило под пледы о которых вы говорите такой крупные вязки большие очень уютные огромные спицы но мой размер рук у меня очень маленькая ладошка не позволяет держать в руках большущие спицы по толщине мне очень неудобно вязать поэтому я предпочитаю крючки 0507 это совсем маленькие это вот катушечную нитку если представляете себе вот по размеру примерно вот из такой нитки я люблю вязать кружева то есть мне ближе конечно ну и плюс пледы кто-то любит скатерти вязать а них за неделю штампуют кто-то пледы вообще для них это завораживающий процесс ну у каждого салфетки помните сколько этих салфеток было кружевных раньше у каждого стояла под вазой под заказ и сейчас продают еще не особо ну как бы бы продают но искусственные из пластика есть такое да да у меня есть колясочка вязаная она тоже при помощи хитрости она полностью связана там нет никаких дополнительных амортизирующих основ и она жива здорово стоит а вот лягушка смотрите лягушка связанная у вас платьица это что же из шерсти нет это хлопок это хлопок игрушки только из хлопка из хлопка да там что для детей да и для детей не закатываются и они хлопок он к стирке более приспособлен ну как ему ничего не сделано хлопка вы где вы покупаете не там же на семеновской как правило либо заказываю где-то через если то что я не вижу на семеновской я езжу каких-то другие магазины москве очень много магазинов на самом деле но хлопок наш или скажем южный наш наш или турецкий я не знаю я однажды пыталась выяснить на той же семеновской у продавцов откуда вообще они получают нитки они говорят мы получаем их тоннами там фурами мы их красим у себя то есть они сами красит откуда них получают я честно говоря так и не выяснила вот но есть достаточно неплохие бренды там как ализе например тоже они производят и неплохой хлопок и акрил и бамбук линейка совершенно огромная тут зависит от под каждое изделие нужно определенная пряжа и тут нельзя сказать что вот я накупила 15 килограмм шерсти и поэтому у меня все игрушки все-все-все на свете будет шерстяной конечно нет а вот вещи которые делаются в котором мы видим в магазинах они вязаны но они во-первых из искусственного материала а во-вторых они автоматически же связаны многие вот нам на машинке на мне свитер он связан я так понимаю не человеком да он связан машинкой но ни одна машинка не работает без человека я пыталась вязать на машинках это совершенно другая специфика это совершенно другие нитки под машинку и что касается вот моего личного опыта мне не понравился эту машинку продала обратно и а почему слишком идеально получается вещи наоборот на машинке под нее нужно подстраиваться не машинка под тебя подстраиваться чтобы облегчить тебе жизнь а ты подстраиваешься под машинку под нитку там есть такие зубчики там есть каретка ты возишь этой кареткой туда-сюда монотонно ковер почти ткать в какой-то момент у тебя слетает одна петля и вся твоя конструкция просто распускается нужно начинать с нуля ну для меня это слишком а почему слетает удовольствие ну это зависит от толщины нитки от настройки машинки от вообще от самой машинки от модели от качества и так далее то есть не знаю мне честно машинки не очень понравилось и у моей приятельницы мама она много лет вязала на машинке и она сказала что через три года использования машинки у нее начался такой кашель не очень приятный полуосматический это признак того что от шерсти когда вот машинки вяжешь он очень нитка натягивается и она очень потрошится и вот это вот а ворсинки да она вся в легкие и я честно надо в противогазе вязать ну в каких-то респираторах масках да но для меня машинка нет я более я ручный друг оля слушайте получается что ручной работой хэнд мэйд можно заработать в принципе да многие зарабатывают и очень даже неплохо у меня вот например еще параллельно совсем есть рубрика в журнале между нами женщинами при издательском доме собеседник уже больше года я пишите туда я мастер-классы там даю где учу по фотографиям людей там сделать какое-то изделие вот например клач мы делаем я пошагово показываю там клачи шерсти из хлопка хлопка конечно на подкладках из хлопка там со своими хитростями с какими-то вот эти ажурные елочные шарики я смотрю вас тут звездочки шарики это тоже ведь все связано крючком до и ног например рождественский а потом вы как-то крахмалом покрываете чтобы форма не не крахмал это более клей пва я сделала синтез нескольких материалов таких и получается очень неплохой а вы сами придумывали вот эти игрушки или они сама сама придумывала ну есть конечно надо же как-то сделать так чтобы это было форме шарика не просто так там навязать но там есть хитрость конечно это не с не сразу давайте про нашу радийную хитрость реклама короткая потом продолжим все свои ольга гагаринская у нас гостях дизайнер бренда petal vertigo продолжает нас удивлять как как волшебница из сумки достает какие-то удивительные вещи жалко что у нас не телевизионные но мы в инстаграм выложим вот эти вот чудесные вещи связанные олим говорим про ценность и цену ручной работы и что вы да что это за чудо это брошь бант это и это кожа это итальянская кожа итальянское кружево она так хорошо подходит под сегодняшний лук наталья лисицына и мы сейчас в нем сфотографии но это надо на бок на грудь да на рубашку на пальто это крючком связано да кружево связано крючком это как раз связано из очень очень тоненькой и на кожу приклеена да нет тут ничего ну приклеенная как бы основа только внутри кружево не приклеивается мне жалко кружево как я вязала сама практически ювелирная работа вот прям ажур ну красное итальянское кружево я его не вязала я вязала только белая но все равно она очень тонкая а это для чего для чего такие это аксессуар как это назвать аксессуар на шею брошка мне очень понравился тренд этого года от шанель бантики вот у меня на голове тоже бантик стиле шанель такой сфер связанные он не связан он из кожи а ну я не только как бы вижу я дизайнер я совмещали да да я совмещаю многие материалы многие ну вот например тот же кожаный бант это же не только кожа это не только вязание в чистом виде это уже синтез какой-то каких-то материалов вязание в чистом виде как таковое оно сейчас да но модно там как свитера как пальто но опять же это тренд уйдет и это будет достаточно скучно мне вот на мой взгляд чисто вязаные неинтересно я заканчивается тренд уходят у нас есть летние юбки ажурные кружевные то есть а для мужчин есть что-нибудь вообще вот в вашей коллекции шарфы шарфы шаккардовы нет шапки вообще в принципе не люблю вязать есть шапки если у меня их несколько и для шапок есть другие мастерицы которые сами по себе фанатеет от шапок я люблю митинги это мой бренд люди меня узнают по митингам и находят в инстаграме по митингам это что такое это не до варежки чтобы пальчики были открыты чтобы телефон можно очень удобно очень тепло использовать сама обожаю их потому что на мой размер варежек не очень много перчаток кожаных тем более а митинга она вполне удобно и тепло ладошки и пальцы не мерзнут и можно по длине сделать покороче то есть опять же на камчатке у меня в тюмени и где только не живут мои митинги такие вот красивые можно ли в возрасте научиться вязать или все-таки нет не стоит если очень хочется какая разница мне несколько дней назад в инстаграм написала девушка я не знаю девушка женщина ее зовут елена она только после операции она чувствует себя что хочет вязать непреодолимое ощущение что нужно вот этим заниматься зарабатывать этим деньги конечно нужно начинать если хочется делать дерзать без проблем не вопросы нужно делать так как вообще хочется но здесь же зрение напрягается руки сейчас я уже практически не смотрю в петли которые я вижу до работы только руки закрытыми глазами можете ну не с закрытыми конечно я подсматриваю там под какие-то моменты но в принципе я не напрягаю зрение могу вязать в темноте совершенно спокойно когда схема уже отточены я знаю куда вставлять крючок или спицы давайте еще раз напомним где вас можно найти наш слушатель интересуется и где вы мастер-классы проводите мастер-класс у меня в журнале между нами женщинами они сейчас периодически потому что времени у меня немножко меньше уже на это есть своими руками рубрика съем вяжем в резидентском доме собеседник журналы по всей россии в принципе продается то есть географическое расположение не имеет значения меня можно найти в инстаграме petal vertigo меня можно найти вконтакте тоже petal vertigo то есть везде где в принципе вы видите petal vertigo в том же жиже это значит я и через любую соцсеть меня можно найти и заказать конечно заказать заказать и слушайте но в петропавловском амчатске 10 тысяч километров и люди заказывают так далеко нас однажды посылка пропала это было очень горестно для меня мы заказали ему я сам доставку в надежде что придет быстрее качественней и у нас пропала посылка и мы две недели наталья зовут клиентку и она звонила у нас разница 8 часов она звонила получается ночью оттуда я днем по своему времени мы круглосуточно мониторе нашли нашли посылку через несколько месяцев мы писали заявление она там я здесь и очень я переживал тут даже вопрос был не в том что мне вернут деньги за эту посылку страховку а в том что это труд и он пропал это месячный труд который мне было очень-очень жалко но слава богу нашли и поэтому ну вот только проблема с почтой а так без разницы могут из новой зеландии застралии заказать из америки в москве то можно просто приехать и забрать да да в москве вообще без проблем если какую-то вещь уже готовы можно примерить если подошла купить не подошла спасибо большое ольга гагаринская дизайнер бренда petal vertigo была у нас в гостях мы говорили про ручную работу про прекрасные в работы ольги заходите в инстаграм подписывайтесь спасибо вам большое до свидания а счастлива до свидания все свои все свои 10 часов ну давай давай хором давай 10 20 точное московское время мы сейчас будем говорить про ценности цену ручной работы у нас ольга гагаринская дизайнер бренда petal vertigo здрасте доброе утро радиослушатели доброе утро натали дмитрий у вас интернет-проект гарвин или гарвин 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 и что это за интернет-проект вы говорите что сайта нет сайт сейчас сайту журналы есть есть да непосредственно как у меня у дизайнера сайта нет потому что мне не нужен а дизайнер вы чего вязаных вещей вот вы сейчас пришли в своей вязаной конечно то есть эта кофта связана вашими руками да а вы не использовала ее в инстаграме вы не используете вот эти как это называется крючки нет 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 схемы которые например в журнале работница крестьянка вот каждую там каждые месяц в ходе в восемьдесят втором году да потому что там оттуда можно же очень много почерпнуть орнаменты какие-то там стиле потому что сейчас вот ввязаная где где можно найти эти схемы до в интернете всего очень много в интернете но опять же я вижу с шести лет и мне уже схемы по большей части не нужны если я включаю что-то красивое да я адаптирую это под себя а первое что связали в шесть лет это была жилетка для моей сестры она была ужасно живая да она жива смысле не сестра аж жилет сестра надеемся тоже жива петельки были кривыми все было страшненько и я левша и мне было очень тяжело учиться никто мне объяснить не мог никто не мог мне показать как это делать но со временем здесь подсмотрела а когда вот у вас уже получилось то что за что не было стыдно ну вообще профессионально я этим начала заниматься два года назад когда поняла что мой декрет мне уже надоел по горло и я перестала вязать стол и стала вязать уже для других людей здесь уже на заказ да уровень мастерства вы говорите в шесть лет в школе же всех нас вот я помню тоже я начинала но вот дальше чем вот эта вот полосочка для шарфиков 5 сантиметров меня на это не хватило а там еще носки если вязать то это еще добавлять а если всякие вот то что там под шею рукавчики это же вообще и рисунки выдумывать всякие то есть это же нужно особое терпение и фантазии у меня не было уроков труда я в элитной школе училась у нас изо было бабушка вязание мама у меня мама хорошо вяжет но естественно и и там кто-то когда-то научил то есть то есть у вас вся семья обвязанная в принципе но в детстве я ходила в вязаных свитерах вязанных лосинах сейчас я вспоминаю как не знаю сейчас бы я их точно не одену тогда не мод тогда все вязали потому что купить невозможно было в магазинах и мнение было такое что если ты вяжешь и ты не можешь просто себе купить этого в магазине а сейчас очень поменялся сейчас тренд вообще сейчас в другую сторону потому что большинство вещей это китайский автомат какой-то там на на это масс-маркет это понятно очень дорогие материалы стали и обычные люди не могу сказать что они бедные но они просто не могут себе позволить те же нитки в больших количествах покупать ту же фурнитуру да можно заказывать в китае но в китае это тоже стоит денег и если человек занимается там хочет связать себе одну-две кофты и ему совершенно не нужны 100 200 300 пуговиц которые там собственно продают поэтому тут у вас вообще по коллекции ниток большая очень я летом заказала 15 килограмм шерсти мне их привезли из кабардино-балкарии это было целое приключение как мы добывали эту шерсть как меня чуть не увезли в горы настоящая шерсть это настоящая это полу шерсть потому что настоящая шерсть она будет колючей в любом случае это полу с чем с хлопком а 50 процентов акрил и 50 шерсти если мы видим например на эмблеме что там акрил есть то ничего страшного акрил это синтетический материал просто дает на электризованность небольшую ну если сравнивать шарфы шерстяные там полу шерстяные и чисто акриловый то в акриловом будете потеть то есть жарко сразу будет становиться шерсть она натуральная она дышит она ну в зависимости от качества если итальянскую шерсть брать чистую то она будет очень мягко и здесь на вас сейчас жакет или как это называется с чего здесь 75 процентов акрил и 25 шерсти но акрил он для чего все-таки нужно если он вы говорите потеть будешь а акрил он немножко легче он немножко лучше держит форму но единственный минус зависит от качества акрил а акрил чаще всего закатывается вот но он легче он гипоаллерген и многих людей на шерсть и если вы используете акрил то точно аллергии не будет а шерсть пахнет или не пахнет если она очень плохого качества и она лежала на складе то она будет пахнуть она будет рваться манять да да у нее будет не очень приятный запах но настоящая жерсть если она мочить у нее такой специфический запах шерсти я даже не знаю да но вот он это это признак что шерсть натуральная определенным цветом каким-то каким цветом вот натуральная шерсть она бело-серая не сама я не крашу я уже крашеную покупать конечно то есть заказывайте каким цветом да потому что хочется же яркая там красная фиолетовая сейчас голубой в голубой в тренде все вот голубые свитерочки заказывают по-разному вот у вас тут фотографии я вижу в очень красиво мажурном таком даже я не знаю как это описать очень красивые то ли шарф то ли палантин и он не простой вконтакте на прямо на главной странице и он он очень во первых большой там и косички тебе и разные петли и такие сяки и еще и вот этот как называется оборка кружево кружево да то есть это кружево тоже связано это снуд в два оборота он связан полностью из акрила он очень мягкий он действительно как в дом он делался на заказ и живет в тюмень у прекрасной девушки марии и когда собственно она заказывала горит мне нужно там жить чтобы тепло было подождите меня это холода это ветра это переменчивая погода и снуд ее вполне спасает и он плотный в принципе то есть если он должен быть теплым да это уже на самом деле вторая модель таком в мятном цвете первый был розовый и живет он в петропавловск-камчатскому то есть так далеко заканчивают из москвы а что там в петропавловск-камчатскому никто не вяжет может быть вяжет но не так как они видят эти модели красивые у меня бренд называется petal vertigo если дословно переводить это головокружение цветочков лепесточков и я очень люблю кружева цветочки и у меня как бы вот этот вот мой стиль он передается естественно всем моим вещам и многих людей проблемы соединения там спиц к с крючком я владею там и спицами и крючком то есть одновременно вы вяжете свитер и тем и другим нет и ну могу да принципе вот вот снуд который мы сейчас обсуждаем что скажите это шарф в два оборота это шарф труба то есть его не нужно закручивать подматывать он уже единый такой а почему вы говорите что заказываете у нас на юге у нас сейчас вот россия как раньше не производит шерсть производит шерсть но не того качества нет мне просто мы когда отдыхали в сочи я познакомилась женщиной мне понравилось очень качество этой нитки она ухлявая она толстая она теплая она идеально подходит для тех же снудов на зиму для холодных климатических условий подходит под какие-то свитера объемные пушистые я знаю что эта шерсть будет на самом деле греть а сколько вяжется вот тот жакет который на вас сколько времени вы вязали но он за четыре дня связал за четыре дня но это быстро это много это вы прям это случайно на самом деле когда есть идея есть вдохновение я уже знаю готовый проект как он должен выглядеть то получается очень быстро но когда есть какие-то определенные затыки перед этим юбку мы показали миру она очень красиво она связана кружевом она инкрустирована натуральным жемчугом вся расшита сверху нее сетка и юбка как таковая леди гаги вязали нет это я сотрудничаю с несколькими московскими магазинами один магазин немножко попроще это московская обувь и второй магазин это one of this shop он в инстаграме очень модный популярный и там вещи элитного класса такого и мою продукцию там тоже можно встретить так юбка с жемчугом и сколько она может стоить шерстяная но вот юбка 13 тысяч 13 тысяч юбка это как два пальто ну не знаю пальто можно и дороже купить это дизайн это на самом деле дизайнерская вещь и у нее есть хитрости определенные эта юбка со временем не сдеформируется в ней никаких не будет и в ней тепло нет она летняя эта юбка летняя даже да она летняя как она летняя на весенне-летняя такая но она кружевная хлопковая у вас вот этот бренд он только вы для него работаете или у вас уже есть какая-то команда сложившаяся недавно у меня появилась мастерица помощница то есть вы кого-то учите дать одна девушка из москвы она мне очень нравится так случилось что ее мама тоже всегда в детстве вязала и она в общем-то окутана тем же флером вязаных вещей была с детства как собственно и я и нам с ней достаточно просто и мне помогает очень мама моя поэтому ну вот вы сравниваете например сейчас что публика хочет и что например делали ну 15-20 лет тому назад ведь очень сильно вещь сколько лет уже продаете свои вещи продаю два года два года но вот вы вяжете очень давно и раньше вот например советская публика она не могла выделяться очень сильно и они там скромненько все вязали а сейчас можно и так сделать и сяк и разных цветов тоже можно было но вы знаете я советское время под стол пешком ходила еще поэтому я не могу так конкретно говорить об этих вещах но вязали по схемам в основном не было интернета интернет сейчас это очень милая земля но в журнале опять же но ты видишь одну схему ты не можешь как у тебя не будет выбора чего-то еще посмотреть что-то импровизации не будет никакой ты можешь сам только напридумывать а сейчас есть интернет и мы совершенно спокойно можем найти аналогию того же изделия там как это выглядит там в том или ином тут еще есть проблема когда мы выбираем ту же нитку ту же вязку не всегда они могут сдружиться иногда вязка под нитку не подходит нитка под вязку и в целом получается очень нитка под подвязку у нас есть екатерина на линии телефон если вы не помните 7 8 8 36 0 5 екатерина здравствуйте ваш вопрос здравствуйте вот сейчас ваша гостья говорила об изделиях в которых присутствует акрил который как бы придает структуру и форму изделия а вот полиакрил это что такое полиакрил полиакрил да присутствие в изделиях полиакрила ну честно говоря я об этом ни разу не слышала есть стандартные такие назовем это так шерсть полушерсть акрил также как вот в синтепоне есть синтепух например вот что это такое это новое сочетание синтепона например и говорить вот про полиакрил есть еще вот пишет интернет что очень плохо пропускает кислород и воздух вообще плохо по себе акрил плохо дышит в нем вот я когда шарф акриловый на себя одеваю совсем плотно в нем дышать нечем и я честно не очень люблю такой акрил и я думаю что это еще больше процент синтетического материала какого-то но он будет мягкий вам будут писать что он замечательно тянется не греет же акрил нет он в принципе греет то есть разницы акрил и полиакрил нет никакой абсолютно не очень-то хорошо бы стилях это на любители я опять же говорю тех людей у кого аллергия на шерсть они в принципе не могут использовать шерсть и они да они используют акрил это как необходимость так он будет греть акрил да он греет он в принципе греет тепло но если вот на зиму там не знаю в 2 греет но не дышит это как бы шерш но искусственная ну да также как шуба но вот есть шуба натуральная есть шуба искусственно да в принципе тепло но не ощущение нити но уже не то как в известной песенке вы на ютюбе никакой канал не открываете с обучением например что люди хотят может быть научиться вязать сейчас все все хотят научиться делать вот вязание хотят научиться люди заниматься научиться вязать я не могу научить вязать поскольку я делаю это левой рукой и это будет специфическо только заточены под левшей что касается канала на ютюбе да он есть и сейчас ближайшее время мы подписали соглашение с магазином семеновская пряжа это достаточно известный магазин такой в москве и вообще по всей россии и я буду делать обзоры ниток я буду рассказывать про каждую пряжу сколько она стоит в этом магазине какое можно заказать какие изделия из нее можно связать как для тех кто уже знает как как вязать да но тут еще проблема такая многие люди вот не знаю там из тюмени они семеновскую нитку могут заказать только в интернете и они не могут почувствовать потрогать и они закажут им не понравится а здесь мои обзоры будут им помогать уже выбрать непосредственно то что им нужно полезно если вот человек решил у вас заказать там я не знаю вещь какую-то на весну весной же тоже шерстяные носит вещи конечно и летом даже у нас еще такая весна какое прошлое лето было я думаю запросто можно на стену и носить да 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 холодно вот какой примерно ритуал вот как это все происходит и сколько времени ждать если нет готовой вещи ну я чаще вообще под заказ работы я не может человек вот он хочет вот он увидел там на какой-нибудь голливудской звезде вещь и говорит я хочу себе тоже такое но в магазинах такого нет он может вот вам сказать я хочу вот это можно конечно мы рассмотрим эту картинку близко то есть фотографию прислать да 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 у меня есть постоянно клиентка которая на надежду зовут она постоянно присылает мне фотографии горит хочу вот так вот я говорю так ну вот смотрите у вас такая фигура там давайте мы еще поэкспериментируем там выбираем с ней вязку да это бывает затягивается процесс но ее сроки не поджимают и мы совершенно спокойно работаем а вы вещи по размеру без разницы какие то есть вы можете кардиган в пол например связать до до конца шестом размером все она захочет конечно не вопрос просто на будет выше потому что на шерсти больше конечно то есть разница но но и визу и делаться это будет дольше раз да да потому что на ребенка связать и на крупную женщину 2 хотя если какие-то очень мелкие кружева на ребенка там какой-то платьица с бешеными оборочками то что она иногда может дольше вязаться чем кардиган на взрослую женщину а вот смотрите оль зимой вот у меня при руче сильно мерзнут руки я пытаюсь купить варежки двойной вязки нету только вот на одну она это одну у меня руки мерзнут у меня есть двойные нет у меня есть варежки на флисе они специально не продуваются флис вообще я честно говоря флис не очень люблю поскольку это синтетический материал и когда делаю те же детские конверты например я от флиса отказываюсь потому что он не дышит а флиса тоже искусственное да это абсолютно искусственный но в варежках это идеальный плед из него делают очень много разных пледов да 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 он не дышит если полежать под флисовым пледом становится дышать не чем-то и быстро потеешь жаркой не выносим но зимой тепло в таких варежках они не продуваются многим когда в принципе то шерстяные варежки они теплые да и многим не нравится что сквозь до эти варсинки ветер это устраняет единственный материал который вот способен то есть сверху шерсть внутри флиса тепло и руки не мерзнут если мы в метро например увидим вот этих женщин которые остервенело вяжут даже в час пик к вам их отправлять едут и вяжут кто-то в гаджетах а кто-то еще вяжет да для меня это очень интимный процесс да вы не можете вот вы дома а сколько у вас это времени занимает в день вообще вот эта вязка по ситуации если я допустим сделала какую-то вещь и она достаточно тяжелая была много моих энергетических ресурсов занимала то я могу два дня потом вообще не к спицам не крючкам не подходить а вы под сериал это делать потому что многие вот гладят одежду там стоят и смотрят сериал кого-нибудь шариков у меня ребёнок вяжет а вот нет такого что вот как рабочий день вы восемь часов вяжите вот так нет конечно нет нет вы сами себе придумывать тяжело 8 лет график подряд вязать да если что-то вот снут например который мы обсуждали уже в два оборота это метр восемьдесят полотна и ширина 60 сантиметров ну вот это вот пола где-то за неделю получается такая лисицына даже больше размера да то есть если положить и так вытянуть больше чем ты да 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 сколько по времени неделю да еще там кружева получается все этим обязывается кружевом вот магазин о котором мы уже говорили one of this shop а там вообще такие снуды инкрустированы натуральными камнями идут и в этом магазине в основном как бы у меня продукция с натуральными камнями с более качестве я не могу сказать более качестве натуральные камни да конечно какие камни это кораллы там кораллы были там снуд был шиты серый снуд такой же в два оборота белое кружево нет он не очень тяжелый там ко мне не очень много то есть это не массивное какое-то это красные ягодки как бусин бусинки такие как как ягодки слушайте а в показах вы не принимаете участие пока еще нет но есть для показов да есть мысли даже есть идеи как это все организовать но для показов нужен большой объем уже готовой продукции а вы это все сразу я обычно да у меня есть идея сделала проект сдала есть заказ сделала сдала да где это хранить конечно вот вы говорили что вы раню достаточно вы говорили что вы пряжу вот купили где-то там на кавказе а пряжу об как потом из нее нитки то есть у вас веретено есть какая-то прялка или что как вы это делаете нет она уже готова это нитки они таких пасмах нет это пасма такие вот штучки это где-то метровая не тянаешь штуковина похожий на куклу но все представлены связаны до кладешь на коленке и потихоньку монотонно перематываешь все это дело в клубочек а вы вот этим не занимались ни разу придением нитей нет тоже тоже очень успокаивает наши бабушки сидели вечерами ну гаджета телевизор а вы вяжете не только одежду ведь вы же вяжете еще и какие-то штучки там я вот видел украшения какие-то катерти нет то что такое кругленькое это елочные игрушки или что это те которые из фетра с олененками да 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 но они не вязаны они вышитые в середине да и мягкие игрушки вы не вяжете раньше вязала я вообще начинала свой инстаграм с вязаных игрушек но потихоньку перешла на одежда я вижу связанный крючком с вышивкой на животике да а вышивку тоже вы делаете или вы кому-то конечно вышивка делается по ходу вязания то есть это один процесс от другого нет даже детская одежда вот я вас тут вижу есть и такое но для детей да да они ж маленькие мерзнутым кстати про этот конверт я говорила что он на хлопке никакого флиса и я в инстаграме активно пропагандирую что не нужно использовать флис детской одежде меня поддерживают и многие лучше натуральные а плед например если человек захочет вязаные то что в икее например есть пледы но они все искусственные они вязаны якобы но они все равно все искусственно не не очень приятны для этого существует толстая пряжа альпак как правило под пледы о которых вы говорите такой крупные вязки большие очень уютные огромные спицы но мой размер рук у меня очень маленькая ладошка не позволяет держать в руках большущие спицы по толщине мне очень неудобно вязать поэтому я предпочитаю крючки 0 5 0 7 это совсем маленькие это вот катушечную нитку если представляете себе вот по размеру примерно вот из такой нитки я люблю вязать кружева то есть мне ближе конечно ну и плюс пледы кто-то любит скатерти вязать они за неделю штампуют кто-то пледы вообще для них это завораживающий процесс ну у каждого салфетки помните сколько этих салфеток было кружевных раньше у каждого стояла под вазой под заказ и сейчас продают еще не особо ну как бы я не продают но искусственные из пластика есть такое нет их накрахмаливают да да у меня есть колясочка вязаная она тоже при помощи хитрости она полностью связана там нет никаких дополнительных амортизирующих основ и она живя здорово стоит а вот лягушка смотрите лягушка связанная у вас платьица это что же из шерсти нет это хлопок это хлопок игрушки только из хлопка из хлопка да потому что для детей да и для детей не закатываются и они хлопок он к стирке более приспособлен ну как ему ничего не сделать хлопка где вы покупаете нет там же на семеновской как правило либо заказываю где-то через если то что я не вижу на семеновской я езжу каких-то другие магазины в москве очень много магазинов на самом деле но хлопок наш или скажем южный нас наш или турецкий я не знаю я однажды пыталась выяснить на той же семеновскую продавцов откуда вообще они получают нитки они горят мы получаем их тоннами там фурами мы их красим у себя то есть они сами красит откуда они их получают я честно говоря так и не выяснила вот но есть достаточно неплохие бренды там как ализе например тоже они производят и неплохой хлопок и акрил и бамбук линейка совершенно огромная тут зависит от под каждое изделие нужно определенная пряжа и тут нельзя сказать что вот я накупила 15 килограмм шерсти и поэтому у меня все игрушки все-все все на свете будет шерстяной конечно нет скажите а вот вещи которые делаются которые мы видим в магазинах они вязаны но они во первых из искусственного материала а во-вторых они автоматически же связаны многих на машинке на мне свитер он связан я так понимаю не человеком да он связан машинкой но ни одна машинка не работает без человека я пыталась вязать на машинках это совершенно другая специфика это совершенно другие нитки под машинку и что касается вот моего личного опыта мне не понравился эту машинку продала обратно и... А почему? Слишком идеальные, получается, вещи? Наоборот. На машинке под нее нужно подстраиваться. Не машинка под тебя подстраивается, чтобы облегчить тебе жизнь, а ты подстраиваешься под машинку, под нитку. Там есть такие зубчики, там есть каретка. Ты возишь этой кареткой туда-сюда монотонно. Как ковер почти ткаться. И в какой-то момент у тебя слетает одна петля, и вся твоя конструкция просто распускается, и нужно начинать с нуля. Ну, для меня это слишком дорогое удовольствие. А почему слетает? Ну, это зависит от толщины нитки, от настройки машинки, от вообще самой машинки, от модели, от качества и так далее. Не знаю, мне, честно, на машинке не очень понравилось. И у моей приятельницы мама, она много лет вязала на машинке. И она сказала, что через три года использования машинки у нее начался такой кашель не очень приятный, полуосматический. Это признак того, что от шерсти, когда на машинке вяжешь, очень нитка натягивается, и она очень потрошится, и вот это микропыль. А, ворсинки. Да, она вся в легкие, и я честно... То есть надо в противогазе вязать? Ну, в каких-то респираторах, в масках, да. Но для меня машинка нет, я более... Я ручный труд больше не делаю. Оля, слушайте, получается, что ручной работой, хендмейд, можно заработать? В принципе, да. Многие зарабатывают, и очень даже неплохо. У меня вот, например, еще параллельно со всем есть рубрика в журнале «Между нами женщинами» при издательском доме «Собеседник» уже больше года. То есть вы пишете туда? Я мастер-классы там даю, где учу по фотографиям людей там сделать какое-то изделие. Вот, например, клач мы делаем. Я пошагово показываю там... Клач из шерсти? Из хлопка. Из хлопка. Конечно, на подкладках из хлопка там со своими хитростями с какими-то... А вот эти ажурные елочные шарики, я смотрю, у вас тут звездочки, шарики. Это тоже ведь все связано крючком. Да, это крючком связано. Венок, например, рождественский. А потом вы как-то крахмалом покрываете, чтобы форма держалась? Ну, это не крахмал, это более плотный материал. Или клей ПВА какой-то. Ну, я отошла чисто от клей ПВА, я сделала синтез нескольких материалов таких, и получается очень неплохой результат. А вы сами придумывали вот эти игрушки, или они откуда-то уже? Сама, сама придумывала. Ну, есть, конечно... Ведь надо же как-то сделать так, чтобы это было в форме шарика, не просто так там навязать. Ну, там есть хитрость, конечно, это не сразу все так Ну, давайте про нашу радийную хитрость. Реклама короткая, потом продолжим. Все свои. Ольга Гагаринская у нас в гостях. Дизайнер бренда Petal Vertigo продолжает нас удивлять, как волшебница из сумки достает какие-то удивительные вещи. Жалко, что у нас не телевизия, но мы обязательно в Инстаграм выложим вот эти вот чудесные вещи, связанные Олей. Говорим про ценность и цену ручной работы. И что вы, что это за чудо, Оля? Это брошь-бант. Это кожа? Это итальянская кожа, итальянское кружево, и кружево хорошо подходит под сегодняшний лук Натальи Лисицыной. Мы тебя в нем сфотографируем. Но это надо на бок, на грудь, да? Какая вот она должна? На рубашку, на пальто. Это крючком связано, да? Кружево связано крючком. Это как раз связано из очень-очень тоненькой ниточки. И на кожу приклеено, да? Нет, тут ничего не... Ну, приклеенная как бы основа только внутри, а кружево не приклеивается. Мне жалко кружево, которое я вязала сама. Это очень практически ювелирная работа. Вот прям ажур, тонюсенький. Ну, красное это итальянское кружево, я его не вязала. Я вязала только белое. Но все равно это прямо такое. Но и оно очень тонкое, да. А это для чего? Для чего такие? Это аксессуар, как это назвать? Аксессуар на шею брошка. Мне очень понравился тренд этого года от Шанель бантики. Вот у меня на голове тоже бантик. В стиле Шанель такой свой адресный. Он не связан, он из кожи. Ну, я не только как бы вяжу, я дизайнер. То есть тоже сами сделали? Да. Я совмещаю многие материалы, многие... Ну, вот, например, тот же кожаный бант, это же не только кожа, это не только вязание в чистом виде, это уже синтез какой-то, каких-то материалов. Ну, придание формы еще. Вязание в чистом виде, как таковое, оно сейчас... Да, оно модно, там, как свитера, как пальто. Но, опять же, этот тренд уйдет, и это будет достаточно скучно. Мне вот, на мой взгляд, чисто вязаная неинтересно. Ну, потому что зима заканчивается, и тренд уходит сразу же. Ну, у нас есть летние юбки ажурные, кружевные, то есть... А для мужчин есть что-нибудь вообще вот в вашей коллекции? Шарфы. Шарфы. Да, шапки, наверное. Нет, шапки я вообще, в принципе, не люблю вязать. Но у вас есть шапки, я смотрю. Ну, у меня их несколько. И для шапок есть другие мастерицы, которые сами по себе фанатеют от шапок. Я люблю митинги. Это мой бренд. Люди меня узнают по митингам и находят в Инстаграме по митингам. Это что такое? Это недоварежки. Недоварежка. А, чтобы пальчики были открытые, чтобы телефон можно использовать. Очень удобно, очень тепло. Сама обожаю их, потому что на мой размер варежек не очень много, перчаток кожаных тем более. А митинга, она вполне удобная. И тепло, ладошки, и пальцы не мерзнутые. Можно подлиннее сделать, покороче. Опять же, на Камчатке у меня и в Тюмени, и где только не живут мои митинги. Такие вот красивые с крышавчиками. Можно ли в возрасте научиться вязать? Или все-таки не стоит браться за это? Если очень хочется, какая разница? Мне несколько дней назад в Инстаграм написала девушка, я не знаю, девушка, женщина. Ее зовут Елена. Она только после операции. Она чувствует в себе, что хочет вязать непреодолимое ощущение, что нужно вот этим заниматься, зарабатывать этим деньги. Конечно, нужно начинать, если хочется, делать, дерзать. Без проблем, ни вопрос. И нужно делать так, как вообще хочется. Но здесь же зрение напрягается, и руки. Сейчас я уже практически не смотрю в петли, которые я вяжу. Да? У меня работают только руки. То есть с закрытыми глазами можете? Ну, не с закрытыми, конечно. Я подсматриваю там под какие-то моменты. Но, в принципе, я не напрягаю зрение. Могу вязать в темноте совершенно спокойно. Когда схема уже отточена, я знаю, куда вставлять крючок или спицы. Давайте еще раз напомним, где вас можно найти. Наш слушатель интересуется. И где вы мастер-классы проводите? Мастер-классы у меня в журнале «Между нами женщинами». Они сейчас периодические, потому что времени у меня немножко меньше уже на это есть. Своими руками рубрика «Съем вяжем» в издательском доме «Собеседник». Журнал по всей России, в принципе, продается. То есть... «Съем вяжем» в издательском доме «Съем вяжем» в издательском доме «Съем вяжем».